Война с ЖКХ. Кому выгодно ничего не делать? И почему на псевдокапитальные ремонты домов тратятся миллионы? Цифры и факты, которые скрывали годами. Когда вот здесь порядок будет нормальный, тогда я попишу хорошо. Продолжение следует. Руководители поселения в рамках съезда встретились с окружными депутатами. Разговор сдянулся на несколько часов. К чему пришли? Дома умирают вместе с людьми. Понимаете? На севере итоговый выпуск новостей о главных событиях Ненецкого округа расскажут наши корреспонденты. О проблемах села на законодательном уровне руководители сельских поселений в рамках семинара для глав муниципалитетов встретились с окружными депутатами. Список вопросов вышел далеко за повестку. Тем для обсуждения оказалась масса. Обсудили как действующие законы, так и законопроекты, которые напрямую влияют на качество жизни на селе. Ирина Цепятова обо всем по порядку. Пожалуй, главный вопрос на повестке дня – это, конечно, жилье. Начали с молодежи, а именно с закона проекта о предоставлении молодым специалистам из села комнат в общежитиях Нарьинмара и поселка Искадили. Напомню, проект закона был принят в первом чтении в конце мая. Речь идет о предоставлении комнат в общежитиях молодежи из сел в возрасте до 30 лет на три года. А именно тем, кто закончил окружные учебные заведения, аграрно-экономический техникум, социально-гуманитарный колледж и профессиональное училище. И после окончания приступил к работе в организациях, не относящихся к бюджетной сфере. Одно из мнений, которое сложилось относительно этого законопроекта, он повлечет за собой массовый отток молодежи из сел. Самое важное, безусловно, то, что прозвучало, в любом случае, если мы думаем о том, что предоставлять какие-то преференции молодежи в городе, в итоге мы останемся с вымершими населенными пунктами. Ведь речь идет только об общежитии в городе или в Искаде. На три года. Нет, территориально-то, да? А почему мы не говорим о том, что давайте мы сделаем, не знаю, внеси общежитие, служебное какое-то жилье, чтобы этот же паренек, закончивший на тракториста, он вернулся вниз и был обеспечен там на тех же условиях, на 30 лет, на три года, но однозначно жилье. Он с девушкой туда приедет, пока он не вступит в нашу ипотеку. Несмотря на это, главы заключили. Закон нужный и правильный. У ребят должен быть выбор. Вот только пока он ограничен. Полноценным закон может стать только в том случае, если молодой специалист сможет выбирать вернуться ему, работать в родное село и получить там комнату в общежитии или остаться с теми же условиями в городе. Другой не менее важный вопрос и тоже жилищный. Речь идет о подпрограмме социальной поддержки по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности. Программа больше известная жителям сел как 70 на 30, когда большую часть расходов на строительство индивидуального жилого дома в сельском населенном пункте берет на себя окружной бюджет. Несмотря на, казалось бы, очевидную выгодность программы, популярностью она не пользуется. В прошлом году таким образом квадратные метры возвели всего 29 семей. Поэтому у законодателей справедливо возник вопрос. Возможно, есть необходимость в изменении параметров этой поддержки. Вопросы были с землей. Оформление земли. С самого начала нужно получить разрешение на строительство. Чтобы его получить, необходимо изначально, чтобы у гражданина был земельный участок. Либо у супруги, у супруга, у членов семьи. И второй момент – это подтверждение 30%. Самое сложное, как оказалось, купить участок. Да и с 30-процентным взносом есть проблемы. Вынуть из кармана миллион рублей жителю села не по силам. Не менее актуальная проблема – доставка стройматериалов до отдаленных поселков. При их стоимости, к примеру, в 600 тысяч рублей доставка окажется не дешевле. Предложений по совершенствованию программы от глав поступило много. Собрать все воедино решили до 1 сентября. С тем, чтобы создать реальные условия для индивидуального строительства на селе. Встреча с законодателями получилась, если не конструктивная, то однозначно полезная для обеих сторон. Главы высказали свое мнение относительно принимаемых законов и программ. Парламентарии обещали к мнениям прислушаться. Ирина Цепетова, Сергей Качегов, Телеканал «Север». Жители одного из домов Наринмара оказались в непростой ситуации из-за коммунального абсурда. Строительная инспекция обязала управляющую компанию отремонтировать несколько муниципальных квартир, но хозяйственники предпочли бездействовать. Привести в порядок квадратные метры коммунальная служба должна была еще год назад, но сейчас управляющая компания банкрот. Предписания выполнены не будут. Но вообще, напомню, в сфере ЖКХ важное место отведено в майских указах Путина. И выполнять их нужно обязательно. Однако о задачах президента многие чиновники будто даже не знают. Например, городские. В последнее время, оправдываясь, местные власти любят все сваливать на управляющие компании. Мол, это не мы, а они. Чтобы лично увидеть разваленное коммунальное хозяйство, услышать протесты людей и убедиться в том, что городские чиновники действительно ничего не делают, в рейд отправились депутат городского совета и представитель Общероссийского народного фронта. Один уже провалился при воде, вытаскивали. Да, они проваливаются. По большой воде это можно любого ребенка потерять. В этот огромный котлован не так давно упала маленькая девочка. Госпитализация не потребовалась. Свидетели говорят, повезло. Родилась в рубашке. Сразу после инцидента депутат городского совета Ольга Пахомова написала в мэрию. С просьбой закопать нерабочий прогнивший резервуар. Но опасную зону лишь огородили. Сооруженному забору, кажется, даже перед ветром не устоять. Это тоже, вот я звонок делал, но это они так и не сделали. К открытым конвенционным люкам посреди улицы Южной местные уже давно привыкли. Горе писем и десятки звонков за 10 месяцев к результату не привели. От такого чиновничьего безразличия несколько лет назад погиб человек. Девушка упала в вырутую и не огороженную коммунальщиками Яну. Но мэрия, которая следит за порядком в городе, считает себя непричастной. Они должны среагировать, они должны напрягать управляющие компании, всех подрядчиков, которые отвечают за порядок в городе. И они должны это выполнять. И они должны контролировать выполнение этих всех указаний. А сейчас ничего не делают. Меня просто, например, меня вообще поражает до ужаса просто вот это вот какое-то отношение конкретно к жителям, у которых есть реальные проблемы. То есть я вот сейчас говорю о мэрии, да, прямо. Тебя для чего выбирали? Вот вопрос для чего? Чтобы был порядок в городе в первую очередь, правильно? Правильно. Порядок есть сегодня? Нет, мы сейчас видели, жильцы жалуются. Жалуются люди на стояние своих дворов. Прошлым летом возле этого дома начались ремонтные работы. Строители на Ринмару Каргаза снесли забор, разрушили бетонные тротуары и перекопали землю. Но после завершения ничего не восстановили. Только яму закопали. Вы вообще верите в то, что вас на ведут здесь порядок? Не знаем, сомневаемся. Потому что это тянется сколько, все переломали и все. Местные власти вместо того, чтобы помочь горожанам, продолжают сидеть в кабинетах и ссылаться на правила. Это все есть в смете, это все есть. И должны восстановить и турникеты там, которые, штакетник, скажем, был деревянный, все обязаны восстановить. Все у нас направлено только на благосостояние, на благоустройство нашего любимого города. Но получается, как только какая-то возникает проблема, мы начинаем эту проблему с одного на другого перепихивать. И в общем, в результате никакой действенной помощи не оказывается. От своих избирателей депутат городского совета Ольга Пахомова получила около 30 обращений. Ветхие полы, отсутствие воды, ужасное состояние канализации. Все письма с призывом о помощи были направлены в администрацию Нринмара. На большинство ответы не поступили, а чиновники проигнорировали. У этого дома вообще удивительная история. Сразу несколько муниципальных квартир в плачевном состоянии. Зимой в жилых помещениях температура воздуха едва достигает и нуля градусов. Об этом говорится и в заключении жилинспекции, которая проводила здесь проверку еще в 2013 году. И тогда городским чиновникам сказали, на устранение ошибок есть полгода. Прошли шесть месяцев, но до сих пор так никто ничего здесь и не сделал. И дело уже дошло до абсурда. Вот читаю, они пишут. Планируется проведение ремонтных работ в этом здании в 2023-2025 годах. Получается, что чиновники, не стесняясь, проигнорировали предписания жилищной инспекции. А это синий дом, Южная 39А. Здесь тоже все комично. Управляющая компания по КТС еще в октябре прошлого года, после проверки здания, составила план график ремонтных работ. Тогда в список попали аж 18 пунктов. Среди них восстановить полы, укрепить фасад и утеплить инженерные сети. И тогда коммунальщики зареклись, мол, большинство работ сделаем до конца 2014-го года. В итоге сегодня уже середина 15-го, но ни один пункт так и не сделан. На октябрьской 17 горячая вода должна была появиться еще в 2010 году. Тогда в доме проводился псевдокапитальный ремонт. Казне он обошелся в 6 миллионов рублей. Восстановительные работы проводила управляющая компания служба заказчиков. Сейчас она банкрот. По документам в жилом строении утеплили фасад, отремонтировали кровлю, инженерные сети, а также провели горячую воду. Они нам ничего не сделали, кроме того, как обшили только дом. Они обшивали наш дом 3 месяца. Отопление меняли при минус 25 градусах. А то, что они обещали провести горячую воду в отдельную, не было сделано. Миллионы закопаны, но горячую воду жильцы так и не увидели. И увидят еще не скоро. Городские чиновники признаются. А прошло уже много времени, да и люди сменились, чтобы в этой запутанной коммунальной истории найти начало и конец. Не всегда, но иногда бывает, что затраты, которые были понесены, они не отражаются. То есть, ну, можно составить документы, не выходя из кабинета. Я думаю, должно остаться на совести те, кто этим занимался. И таких капитальных ремонтов за 3 года в Наринмаре сделано на 900 миллионов рублей. Сколько потрачено по факту, а не по документам, теперь это уже большая загадка даже для нынешних чиновников. Впрочем, все это мало волнует горожан, которые продолжают жить в разваливающихся домах, не могут принять ванну или сходить в туалет, да еще и платят по завышенным тарифам. Люди хотят лишь одного, чтобы представители власти работали на благо жителей Наринмара. Они перекидывали ответственность, как сейчас, с одного на другого. В итоге, полное бездействие. Олег Танзейский, Сергей Качегов, Дмитрий Лукевич, Андрей Котов, Телеканал Север. Смотрите далее в выпуске. Ушел и не вернулся. Наринмарские полицейские ведут поиски без вести пропавшего пенсионера. В Наринмаре впервые пройдет форум многодетных семей. На площадке обсудят права и социальную поддержку. Права духовного воспитания подрастающего поколения и меры социальной поддержки многодетных семей. Эти вопросы планируется вынести на форум многодетных семей, который впервые пройдет в Наринмаре в конце этого года. Решение о проведении специализированного форума принято на заседании Координационного совета по вопросам материнства, отцовства и детства. Прообразом для мероприятия стал прошедший форум приемных родителей. Участие в нем тогда приняли более 100 семей. За два дня они смогли получить консультации различных специалистов и выйти с собственными предложениями. Черед теперь за многодетными. Всего в нашем регионе проживает 664 больших семьи, из них в 38 воспитывается 5 и более детей. Планируется, что форум многодетных семей пройдет 30 ноября совместно с форумом Союза женщин России. Полицейские разыскивают без вести пропавшего уроженца поселка Тапседа Альберта Анатольевича Теревлева, 41-го года рождения. Приметы пропавшего на вид мужчине 65-70 лет, рост 160-165 сантиметров, телосложение худощавое, волосы короткие седые. На кисти имеется татуировка Аза. По некоторым данным, пенсионер в последнее время часто употреблял спиртные напитки. Если вам что-либо известно о местахождении пропавшего, полицейские просят сообщить по телефонам, номера которых вы видите сейчас на своих экранах. И смотрите далее в выпуске. Уличный спорт. Регион готовится отметить День молодежи. Активистов ждет трехдневная насыщенная программа. Короткометражный фильм «Тюнта Ава. Ненецкая свадьба» взял гран-при на седьмом Всероссийском фестивале видеофильмов от чистого истока. Совместная работа нашей телекомпании Окружного этнокультурного центра получила признание конкурсной комиссии и стала одной из лучших среди 64 фильмов, которые были сняты в разных уголках нашей страны. Короткометражка снята в 2012 году. В основу лег традиционный ненецкий обряд и пьеса Прокопия Евтысова. В роли актеров выступили работники этнокультурного центра, артисты самодеятельного ненецкого театра «Иллипс» и оленеводы кооператива «Харп». Съемки проходили в Чумине экспозиции Центра народного и декоративно-прикладного творчества и в оленеводческом стойбище. Сватовство, выкуп невесты, отъезд молодожёнов. Всё, как несколько веков назад. Даже костюмы не театральные. Часть из них предоставлена этнокультурным центром. Другую на время съёмок дали жители Красного. Значимое то, что в фильме говорят на ненецком, ведь только родной язык может передать всю полноту картины. Пригодилось актёрам не только вводение родным наречием, но и собственные воспоминания. Я только в детстве видела ещё до школы, как в тундре свадьбу делали. Там было интереснее в тундре. Особых различий не было, конечно. Мы люди тундры, мы уже понимаем, их подсказывали, как надо это делать, да что. Были различия, конечно. А вот Валентине Тайбарей роль матери жениха далась не так просто. Родилась и выросла она в посёлке. И до этого момента всего несколько раз была в тундре. Мать жениха ездила в упряжке оленей. Я боялась упасть. Очень крепко вцепилась в эту нарту и боялась упасть. Потому что давно не ездила на оленях. Ненецкая речь. Каждый день не говоришь на ненецком языке. И тоже сложности в этом были. Обряд создания новой семьи часто ложится в основу различных театральных постановок. Но вот фильм о традиционной ненецкой свадьбе сняли впервые. Также первый раз наш регион принял участие во Всероссийском фестивале видеофильмов по народному творчеству, традиционной культуре и этнографии от чистого истока. Он проходит в Иркутске с 2006 года. Удивительно и то, что две премии Гран-при впервые были присуждены также в этом году. Это наш фильм Тюнтова и картина из Новосибирской области «Окинтьево озеро». В конкурсе Всероссийского масштаба мы участвуем впервые. И очень приятно, что действительно мы заняли Гран-при среди 64 участников с разных регионов, практически со всей страны. Было, конечно, очень приятно, что наш фильм, созданный этнокультурным центром и телекомпанией «Север», занял такое высокое место. Как победитель седьмого Всероссийского фестиваля в Иркутске, Тюнтова продолжит путешествие по стране. В декабре короткометражка будет представлена на Всероссийском конкурсе видеофильмов в Москве. В последние выходные июня молодежь России отметит свой праздник. Все, кому от 14 до 30 заслуженно будут принимать поздравления и смогут стать участниками всевозможных площадок. Молодежный центр округа подготовил насыщенную трехдневную программу для спортсменов и любителей активного отдыха. Все подробности в следующем материале. Потянуться на одной руке или сделать солнце на турнике им совсем несложно. Эти парни работают только со своим весом, без железа и тренажеров. В этом главный конек воркаута, уличного фитнеса. Он набирает популярность большими темпами за свою неприхотливость и свободу выбора. Никаких нету рамок, ни ограничений. Человек приходит, занимается на свое удовольствие, на свое усмотрение, делает все, что хочет. Только если погода здесь такая немного нехорошая, а так приходишь, работаешь, посмотрел, понравился элемент, сделал, попробовал, учишь. Поклонников уличных тренировок в Наринмаре пока немного, но они уже готовы показать, чему научились. 28 июня в поселке Искателей пройдет первый в округе чемпионат по воркауту. Его приурочили ко Дню молодежи и фестивалю уличных видов спорта. Искательская площадка станет местом встречи баскетболистов, футболистов, скейтеров и бодибилдеров. Летом, в частности, можно не сидеть дома, а можно выходить на площадку и заниматься абсолютно разными видами спорта, не такими традиционными, как вот обычно. И очень хотелось бы, чтобы это все-таки здоровый образ жизни преобладал и занятость молодежи над каким-то бездельем. Для этого молодежный центр подготовил большую программу. 26 июня пройдет первенство по лазертагу. В субботу на следующий день встретятся любители боулинга. В клубе «Страйк» состоится молодежный чемпионат. Завершится день молодежи фестивалем уличного спорта. Все желающие приглашаются на спортивную площадку поселка Искатели с 13 до 15 часов.